12 новых станций метро заработают в Москве в ближайшие три года. В эксплуатацию ведут больше 28 километров линии, а еще появятся два электродепо. Как изменится московское метро? Ну, не в таком уж и довольно далеком будущем. Настя Петрова сейчас расскажет, она с нами на прямую связь выходит. Настя, привет! Тебе слово. Да, привет! Ну, прямо за моей спиной ведутся строительные работы. Строится первый участок новой станции графитовой ветки. Это Рублево-Архангельская ветка метро. Она протянется на северо-запад столицы. И благодаря ей москвичи смогут экономить невосполнивый ресурс. Это, конечно же, время. Напомню, что строительство началось 19 июля. Старт работам дал Сергей Собянин. И в рамках первого этапа построят участок длиной больше 12 километров. Он пройдет от станции Шелепиха, Большой кольцевой линии метро, до Липовой рощи. На нем разместится шесть станций. В рамках второго этапа продление Рублево-Архангельской линии от станции Липовая роща до Рублево-Архангельская и Ильинская. Ну и, конечно же, москвичи уже с нетерпением ждут открытия новых станций на Рублево-Архангельской линии. Новой графитовой ветке. На Липовой рощи очень ждем открытия станции. На метро сразу такси. Хоп, поехал. Вместо того, чтобы ехать полтора часа, теперь я буду добираться час до центра. Когда будет улучшение транспортной возможности нашей до центра, ну, где-то минуту, час-полтора, наверное, точно. Это на маршрутку, либо пешком до Стругино, и там уже на метро. Я жду открытия станции, потому что у меня здесь живет лучшая подружка, и я очень люблю метро. Если можно приезжать и двух зайцев убивать сразу, и с подружкой в метро проехаться, и время сократить, до центра добраться, то я считаю, что это идеально. Рублево-Архангельская линия сделает поездки быстрее и комфортнее для более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы. Благодаря новой линии более 400 тысяч человек получат новые станции метро в пешей доступности. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города, и до 50 минут при поездках до делового центра Москва-Сити. Если говорить про сокращение времени в пути, то наибольшее сокращение создастся как раз для тех, кто перемещается между деловым центром города, то есть Москва-Сити, большой кольцевой линии метро, и жителями запада Москвы и территорий к западу от Микада в составе Москвы и Подмосковья. Тут следует ожидать, что, например, для жителей Строгино, у которых, казалось бы, уже сейчас есть метро, время в пути до Москвы-Сити, например, значительно сократится, потому что у них будет прямая связь. Программа действительно длинная, новых станций появится большое количество, у москвичей появятся новые удобные маршруты, они смогут планировать, а также у некоторых в пешей доступности появится метро. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, в ближайшие годы появится больше 28 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. В планах на ближайшие годы продолжить строительство Троицкой линии, это 4 станции на участке Зил-Новаторская. Также в ближайшие годы на карте появится новая Рублево-Архангельская ветка, про которую я говорила ранее, построят 8 станций на участке Шелепихо-Ильинская. Также будет идти строительство Бирюлевской линии, станции Гальянова, Арбатско-Покровская линия и станции Достоевская, Кольцевой линии. Строительство Бирюлевской линии метро уже идет, ее длина составит больше 20 километров, она будет включать 10 станций. Бирюлевская линия пройдет по территориям районов Даниловский, Нагатинский-Затон, Печатники, Бирюлево-Восточный и Бирюлево-Западное. Бирюлевская ветка, тут история в том, что этот район, в принципе, с точки зрения транспорта был немножко изолирован, то есть он окружен со всех сторон железнодорожными, мобильными, протериями, и там не было устойчивого транспорта, который тебе легко доступен, ну, как бы там, 5-10-15 минут пешком, и ты уже в метро или другом транспорте, общегородском, который может далеко уехать. Соответственно, это большой плюс, ну, то есть то, что давно очень требовалось. Также в столице ведется строительство новой радиальной линии метро Троицкая, и уже запущен участок Тютчевская-Новаторская. На этом у меня все, передаю слово студии. Да, спасибо огромное, Анастасия Петрова рассказала нам о грандиозных планах на будущее метростроя. Ну что ж, надеемся, что все это воплотится в реальность.